Все 85 российских регионов почти полностью готовы к проведению единого государственного экзамена. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Рособоронадзора Анзор Музаев. На данный момент идет апробация необходимой для проведения экзамена техники. Организаторы заняты работой по печати контрольно-измерительных материалов. ЕГЭ в России дважды переносили из-за пандемии коронавируса. В этом году экзамен будут сдавать только те школьники, которые собираются поступать после выпуска в ВУЗы. 17 июня Минпросвещение утвердило расписание ЕГЭ в текущем году, согласно которому первый экзамен состоится 3 июля. В этот день выпускники будут сдавать географию, литературу, информатику и информационно-коммуникационные технологии. 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены без участия выпускников. Более подробно о нюансах проведения ЕГЭ этого года в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказала заместитель министра образования Тверской области Наталья Скворцова. Сложная эпидемиологическая обстановка внесла серьезные коррективы в проведении единого государственного экзамена в этом году. Если раньше первой работы выпускники писали уже в конце мая, то на этот раз к сдаче ЕГЭ они приступят лишь в начале июля. Разумеется, особое внимание со стороны организаторов уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в пунктах сдачи. Перед началом экзамена помещения будут подвергнуты обработке антисептиками. А всем участникам будут выданы средства индивидуальной защиты. Маски, перчатки для взрослых, средства для дезинфекции рук. Конечно же будут приложены все усилия, чтобы дети не толпились, чтобы они не собирались с группами. В первую очередь, конечно же, в аудиториях рассадка детей будет производиться зигзагообразно и с соблюдением социальной дистанции. То есть это полтора метра друг от друга. Самый популярный предмет по количеству участников – русский язык. В Тверской области его будут сдавать почти 6 тысяч человек. На федеральном уровне было принято решение разнести сдачу экзамена на два дня – 6 и 7 июля. Для каждого сдающего дата будет определена случайным образом. Также в связи с сохраняющейся непростой эпидемиологической обстановкой организаторы ЕГЭ постарались максимально упросить логистику проведения экзамена. В этом году каждый сдающий госэкзамен будет делать это в своем муниципалитете. Сроки проведения уже определены. 10 июля – профильная математика. 13 – история и физика. 16 – общество знаний и химия. 20 – биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 22 и 23 июля – устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. У того, кто по уважительной причине в основной июльский период сдать экзамен не сможет, будет возможность сделать это в дополнительный период в августе. Следует отметить, что это не только наши выпускники, это и выпускники прошлых лет, у которых по какой-либо причине не сложилось в предыдущий период поступить в высшее учебное заведение. Это те же люди, наши мальчишки, которые прибыли из армии, также обучающие среднего профессионального образования, выпускники, планирующие получить высшее образование. А вот десятиклассники, которые прежде имели возможность сдать единый государственный экзамен по предметам, изучение которых уже закончено, в этом году сдавать ЕГЭ не будут. Такое решение было принято с целью снизить нагрузку на экзаменационные комиссии и обезопасить учеников в период пандемии. Также не будет сдаваться в этом году и базовая математика. Причина проста. Те выпускники школ, которые не поступают в ВУЗы, свой аттестат получили и без нее. А будущим абитуриентам будет предложено сдать математику профильного уровня, если она требуется для поступления на выборную специальность. Добавим, что на сегодняшний день в Верхней Волжье подготовлено 60 пунктов проведения единого госэкзамена. Первые из них откроются 3 июля, когда начнется сдача экзаменов по географии, литературе и информатике. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok